голос здравого смысла так называется программа леона вайнштейна здравствуйте леон добрый день вот о чем мне хотелось поговорить ну многие из нас кто пользуется соцсетями фейсбуком или youtube у нас в частности наш канал на ютюбе заблокировали на 90 дней благо что у нас есть запасной канал второй который мы сейчас используем но в принципе многие люди особенно те кто придерживается традиционных консервативных взглядов кто высказывает не стесняясь своей мысли называет вещи своими именами подвергается жесткой я сказал жестокой цензуре глушат блокируют и так далее и мы много об этом говорим много возмущаемся и но есть люди которые что-то делают что-то делают чтобы этому противостоять что как-то исправить ситуацию чтобы чтобы голос тех кто не согласен с линии неокоммунистов с партии неокоммунистов был услышан и вот я хотел чтобы об этом сказали ну а спасибо за тему а я как раз получаюсь вроде одним из тех людей которые пытаются что-то делать поэтому у меня есть что рассказать но сначала о проблеме а если ну скажем в двадцатом веке тебе там затыкали рот избивали я не знаю по тюрьмам сажали что то еще то в двадцать первом они эти же такие же люди то есть пытающие захватить власть с помощью с помощью подлогов обманов там мисс информации и тому подобное они решили что совершенно не нужно там содержать тюрьму высылать куда-то каких-то людей кого-то там выдергивать сажать там или что-то еще а значительно легче сделать следующее ты можешь кричать все что угодно просто тебе настолько вырубят голос твой что тебя никто не услышит я имею ввиду например вот за где-то там шесть семь восемь месяцев до скажем ноябрьских выборов а практически невозможно было поставить ничего на интернет нигде никуда на телевидение на интернет на радио там любые средства массовой информации медиа тоже здесь называется поставить что-то положительное о трапе или отрицательное о демократах и конкретно сказать а тех люди которые в этот момент лидировали там до байдена еще были там люди и прочее а потом обойтали то есть происходило вот как будто тебе в рот запихали ват и ты там что-то кричишь а никто этого не слышит никто этого не знает что такое делаешь а как бы значительно более дешевые как выяснилось значительно более эффективный способ потому что на глазах у публики не разыгрывается ничего все происходит в тишине и скажем вот были попытки выйти из из под этого контроля а скажем parlor такая сеть которая заявила что она не будет никого цензурировать ничего не будет делать так сказать и вот у них там хорошая связь у них все красиво и туда рванулись люди и когда число достигло там не помню полтора или два два с половиной миллиона подписчиков то сервер этой компании который они снимали у амазона просто им заявили что с 12 часов ночи сегодня больше вы не сможете ничего показывать и никто больше вас не увидит ни крик и не стоны не обращение в суд ничего не помогло значит то что они контрактными нарушен было амазона который представляла в эти серверы то есть а значит с одной стороны захватив самые большие средства массовой информации скажем такие как телевидение там 80 процентов 90 радио таскать там те же 80 процентов социальные сети практически сто процентов больших сетей а и на них на их поле не давая ничего сказать просто силовым образом не давали все не звали затыкали там меня там какое-то количество раз приглашали в качестве так называемого эксперта там по каким-то вопросам связаны там с китам с россией с российским населением здесь русскоязычными а и каждый раз когда я пытался свернуть в сторону того что происходит здесь меня обрывали вырезали так сказать вытаскивали не давали закрикивали и то то есть информация никак не подавалась вот попытка партнера еще целый вариант других она была как бы другая мы не будем пользоваться вашими сетями мы просто искать сами будем заниматься тем что мы будем от и попробуем уговорить людей к нам перейти а выяснил что это не работает потому что практически все сервера через которые ведется до которых собственно и ставится все информации через которых все поступает во сети они принадлежат кому-то кто кому принадлежат большие сети то есть того же амазону тому же майкрософту там резаю гуглу кому-то еще а и можно легко взять и вырубить тебя и третий момент с которым так сказать мы все столкнулись что когда а когда а человек хочет что-то узнать вот просто мы с вами да и набирает там я хочу узнать там про речь там кто друг самый большой усамы бен ладова а или там так сказать какие-нибудь там так сказать дела с преступления с малолетними там совершенные да и действительно люди которые совершали эти преступления уходили на в поиске на там номер 1300 или 18500 а вы не будете всех просматривать а те кто никакого к этому отношения не имел вдруг попадали в первые там три четыре пять страниц поиска и вы увидите видели эти фотографии людей а вот они значит малолетний пускать кто-то с малолетними там секс имел там секс оффендерс никакого то есть просто те подсовывали обманывали вот и стало понятно что не способом просто так писать в интернете что-то да они же отлавливают email и отлавливают skype они отламываются что воды закрывают запрещают и прочее то есть надо было придумывать что-то новое и тут подоспела технология которая 12 лет назад была разработана во франции децентрализации так называемая и а эта технология позволяет размещать твою информацию не на одном там или двух конкретных серверах она там 20 и 30 и 50 по чуть-чуть в каждом причем эти серверы не должны были большими они могут быть маленькими стоять дома у кого-то там в офисе у кого-то что-то еще но главное чтобы этот человек или организация хозяин сервера дал возможность кусочек из этого сервера использовать для вот так сказать такой вот какой-то сети новых годов там портала нового да есть достаточно много людей которые там у них сервера стоят они говорят зачем мне так много мне там хватает четверти дай-ка я попробую сдать остальные три четверти вот эта технология позволяет взять в аренду 20 30 40 50 кусочков в разных серверах и не нужно она все это размещается как бы между ними между серверами прелесть технологии заключается в том что если в то время как вы господа смотрите какое-то видео которое тебе не подвластно никому и вот те кто хочет его выбить взяли и выбери там 1234 5 отрезали серверов то вы даже не заметите этого позже все остальные берут на себя функцию этой группы это как бы вот эти как из летели придумали рой дронов маленькие-маленькие дроны летят там 150 штук куда-то его понять задачу вместо одного большого один большой можно сбить ракеты ну а давай сбивай 150 серверов малюсеньких ракеты сколько ракете нужно сбить ты сбил там два-три-пять одновременно остальные продолжают лететь разрозненным образом рой такой большой и спокойно себе долетают до цели и уничтожают ее потому что искать если это задача или там смотрят по что-то что если задача посмотреть вот есть технология такая же точно позволяющая разместить а большое количество информации на вот таких на руе серверов и дальше с нее пускать это в сеть а дать сети уже искать никому не подконтрольны а и главное это теперь дать людям значит где мы находимся потому что мы начали работать над такой вот программой бы работаем эти уже шесть месяцев честно говоря думал что мы закончим в середине в конце февраля вот мы уже так сказать в марте и я назначил дату выхода такого вот назовем это портал или пыли пыли подзора называют платформа почему платформа потому что много разных блогеров много разных телевидений много разных радио сможет туда прийти и совершенно не боясь того что завтра их закроют и что и не думая о том что сказать что не сказать они будут помещается и каждый получит по своей странице ли в своему каналу что у нас будет там комбинация типа ютюба с фейсбуком комбинация то есть будет возможно ставить и статьи и ставить видео значит ставишь туда и главное теперь дать знать зрителям что вот есть такое место в котором консервативная мысль который вот common sense то есть здравый смысл то самое что я пытаюсь сделать в этой передаче что сергей пытается делать на своем телевидении что много блогеров пытаются делать потому что они возмущены тем что пишут газеты и рассказывают нам так сказать наши телевидение и тому подобное то есть создастся вот такое место в котором а будут собираться люди с и публиковать ставить свои видео публиковать там рассказывали или там идеи статьи и тому подобное которое мы все сможем зайти смотреть если вам понравился кто-то один посмотрите на других может кто другой понравится кроме того когда люди будут знать о том что есть такое место значит не разрозненные там один какой-то там или два блогера такое место где можно прийти и разобравшись понять что тебе нравится вот этот человек и это вот там организация это радио и тогда начинают будут больше и больше людей туда приходите больше и больше людей начнут принимать участие в том что я надеюсь начнется именно возрождение америки ну и каким образом люди узнают о том что во первых кто будет участвовать если уже какие-то блогеры какие-то авторы которые выразили желание принять участие в этом проекте до приблизительно 15 из них большая половина американских но я решил привлекать и не только американских потому что на эти же темы пишут люди и в израиле очень близкие темы и в европе в германии там в франции а в италии кстати а у них тоже огромная проблема социализмом а здесь блогеры которые находятся в украине и в россии мы до них еще не добрались но но доберемся обязательно я имею ввиду не только видеоблогеров а и люди которые экономисты историки которые которые призывают кричат что вы делаете ребята посмотрите что происходит вокруг посмотрите немножко в историю посмотреть что 37 стран пытались делаться то же самое с каким ужасным результатом таких людей мы тоже будем на самом деле уже начали привлекать первым делом откроем видео потом будем открывать и и вот этот раздел но да практически все те блогеры которых вы господа знаете они будут в этом принимать участие потому что ну я я лично и еще два человека просматриваю просматривали то что они делают и пришли к выводу там несколько человек мы считаем что они ну скажем так сказать там слишком любят владимир владимирович или там почему-то начинают легать трампа когда им кажется что это модно да или хорошо таких нам не надо нужно людей которые рассказывали что они считают как они думают они что что хочется услышать их конкретной аудитории и так и есть такие слава богу есть и мы конечно же будем доносить до наших слушателей до наших зрителей информацию где каким образом можно посмотреть до называется это reality тюб реалити как реальность reality тюб датнет и сейчас на интернете просто и страничка где написано что мы откроем там там через тридцать пять дней столько-то там часов минуты секунды она меняется лимитом и написано что мы вот такие вот лихие хорошие и и правые и и консервативные и все а когда настанет время мы откроем мы еще будем всем людям как бы таскать недели за две до открытия если тьфу тьфу стучу по по дереву а произойдет все нормально потому что вы знаете с компьютерами с программистами с программами там и тому подобное мы уже мы уже столько и это сложно то что мы делаем не просто потому что самое главное это защита была дело в том что мы понимаем да вот такой забавный эпизод мы открылись на сутки то есть нету нет мы поставили за одни сутки мы поставили а со всей защитой как положено а значит наш вот этот портал и в первые две минуты было 500 нападений значит роботов но у ботов вообще за сутки когда мы стояли открытые было две тысячи нападений и в конце значит после 20 20 часов пошли уже руками пытаться вскрыть то есть до того приходили только автоматически когда пришли сообщения что автоматы ничего не могут сделать они запустили начали больше пятидесяти процентов с китая а остальные 50 процентов делятся приблизительно на равные части из северной кореи россии и америки значит на при приятно правда что родные американцы пытаются тебя вскрыть причем значит эти так ребят там ловили и делали копии с этих с вирусов которые они пытались подсадить нам вирус на самом деле ничего удивительного нет если у председателя знать что ты живешь в стране которые атакуют любую свободную мысль все что там было там было мое имя значит что у них вызвало сразу же таскать и души там именно мою это знакомая что-то бум пошли сразу же атаковать значит моей мы было именно еще пом 3 2 американских 1 израильского блогера больше там черепа да это было достаточно для того чтобы сначала 24 часа атаковать постоянно автоматически а потом кто-то принял решение что а мы не можем искать залезть попробуем залезть рука окей ну будем надеяться что все сработает и защита будет надежной и нам все-таки удастся это то зачем мы открывали мы хотели посмотреть как наша наша защита реагирует на выдержала все нормально и кроме этого научились еще кое-чему ребята которые этим занимаются кстати все до одного волонтеры все до одного волонтера что радует что есть еще такие люди и вот интересно еще все равно я хочу сказать а я когда спешу там например то время от времени это были говорю нам нужно еще два человека для того чтобы делать там то 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 и то да и значит вдруг начинают люди отвечать это вам капитализм как вы смеете людей спрашивать этом никто вообще вам нет не ответит вы наверное думаете что вы там в советском обществе в котором и пойдут идет серия ответов от нормальных людей ребята уезжайте обратно если вы здесь живете вы ничего не поняли про нашу жизнь я читал ваше обращение читал комментарии капитализм 101 у меня есть там сын внук брат сват знакомый который может сделать но бесплатно он делать не будет я могу вам сделать протекцию мысин сделает это вам за пол цены спасибо спасибо я написал сразу человеку огромное спасибо но у нас та ситуация при которой у нас все работают бесплатной пол цены кто-то должен платить кто но скажите все-таки так или иначе поддержание этого порта это стоит денег в эксплуатации в дальнейшем это будет стоить денег на сегодня сработали волонтеры завтра для того чтобы во первых мы получаем каждый месяц я тоже пишу объявления такие получаем пару тысяч долларов а каждый месяц получаем как говорят теперь донаты да то есть пожертвования а во вторых есть еще такой источник пенотирования называется ли он воинстай понятно понятно ну давай не очень большой и очень крутой но все-таки когда очень нужно то 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 есть понятно хотя на стороне наших оппонентов да ну мы очень надеемся я кстати создал даже не создала получил перебрал а так называемую но он профит то есть непрофитную организацию я когда-то лет 15 вот этот принимал участие в деятельности небольшого круга лиц там все были старше меняет на 20 все были коренные американцы которые назвали себя значит наука а свободы science of freedom foundation и у них они организовали вот но профит она существовала со всеми там делами имеет право брать исписываться налогов люди будут если так сказать не дают ей то есть все права есть вот я получил полтора-два месяца назад звонок от ее председателя ли он мы все уже 90 лет не ты единственный молодой а не знаешь ли ты кого-то кому может понадобиться вот так сказать такая-то непрофитная игру знаю я так что значит сейчас мы делаем как бы две две организации то есть одна вот эта она уже сделана я просто перевожу на себя и на тот круг людей которые работают а вторая это будет нормально это сказать корпорация зарегистрировали там какой-то мне воде или дала вере где-то удобнее всего это сделать и которая будет пытаться получать деньги с помощью рекламы там или чего-то еще на этом сайте даже не потому что получать прибыль а чтобы просто держаться ну и конечно хорошо бы людям платка когда уже она запустится надо будет людям платить волонтеры хороши когда два часа тут три часа там и спасибо им огромное очень благодарен но когда начнется рутинная работа это рутинная работа это уже нельзя сказать ой ты можешь нет извини там сегодня завтра не могу потому что уезжаю уезжаешь и потом на работе на меня там набросили так много что недельку я буду там нельзя сказать на недельку людям которых проблема с твоим веб-сайтом значит надо иметь каких-то людей да с помощью нон-профит организации будем пытаться это решить понятно ну что ж пожелаем всем нам успеха в этом деле потому что это необходимо в условиях жесткой цензуры в условиях тоталитарного режима у нас появились звонки если не возражаете конечно добрый день пожалуйста в эфире добрый день меня звали исаак теперь меня зовут стульки подставка для ног и для меня президентом избрались табуретку кухонную и сказали мне я буду себя хорошо вести так будет табуретка кухонная по крайнюю президентом а если нет если я буду плохо висеть я так изберу с мне президентом стульчак знаете какой стульчак вот это самое изберутыми господа о чем вы говорите о чем никому это не нужно же видите никому ни одной душе это не было нужно протестовать но я думаю только те которые называли это дело ну мы назвали это дело как будто бы они фальсифицировали это восстание я прошу я прошу прощения мы поняли вашу 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 я с удовольствием отвечу у вас что-то еще есть другое или можно отмечать вам а мы тогда повести трубочку чтобы послушать по радио отвечать окей прекрасно я понимаю это состояние очень хорошо и и должен сказать что у меня она тоже была приблизительно 24 часа но несмотря на то что я абсолютно лысый и абсолютно почти лысый я все-таки придерживаюсь правила мюнхгаузена который говорил так если вы попали в болото и никого рядом нет то возьмите себя за волосы и тащите это единственный способ вытащить самого себя из болота а я с ним согласен я придерживаюсь абсолютно его идеи о том что единственный способ вытащить себя из болота это тащить самого себя вот я думаю что вот ту фразу которую тут у ту речь которую произнес что отзывающий звонивший я его очень хорошо понимаю я действительно я без всяких там я действительно его очень хорошо понимают это горечь обида а неверие да сказать у нас у нас у нас победил президент которого мы все любим который мы хотим чтобы чтобы он продолжал свои реформы который хотел чтобы вытащил нас из вот этого кошмара в котором мы были который уже вытащил нас на международном фронте из огромного количества вещей которые нам не хотелось бы принимать в этом участие он вытащил нас оттуда который говорил то что то что слава богу думает а не то что ему подсказывают его там советники что сейчас что сейчас вот модно вот это Поэтому скажи вот это То есть нам взяли и нагло Подменили нам На табуретку, не знаю, на кого угодно Называйте как угодно Хотя глупо это Он президент, он Байден, он президент нашей страны Поэтому все-таки надо к этому относиться С уважением А принимать, не принимать Он не совсем мой президент Байден И не мой президент, скажем так Но тем не менее президент США Поэтому давайте не будем об этом забывать Были и хуже президенты, чем он Я надеюсь Я надеюсь, что он не получит первенство В этом деле При моей жизни Но если я вот так сложу руки То я пойду помирать, господа, на кладбище Либо пойду заниматься фантиками Или марками Я не хочу марками заниматься У меня есть дети, у меня есть внуки У меня есть внука, 22 года 23 почти у него Он поговаривает о том, что пора уже Заводить свою собственную семью Не знаю, он имеет конкретную девушку Или вообще То есть я скоро буду прадедом Я думаю, что буду хорошо относиться К его ребенку тоже Вот я не могу сидеть просто так Я не могу и не умею сидеть просто так Нужно было Я ходил на демонстрации Нужно было Собирал деньги на что-то Нужно было что-то еще Может характер у меня такой Ну слава богу У меня жена такая же Поэтому повезло У нас собираются люди Она вытаскивает Она уже ставит у нас Такой второй этаж Красиво выглядит На гостиную Вытаскивает на второй этаж Ставит Вырезанную штуку Этого самого Фигуру Трампа Чтобы люди знали Куда они пришли И чтобы Позиции были определены Совершенно точно Я не могу сидеть и говорить Ах, они все равно Ах, оно все равно Если я буду делать На своем месте То, что я могу делать И другие будут делать И Трамп будет делать И его люди будут делать Республиканская партия Которую Трамп сейчас собирается Чистить, менять И приводить в боевой порядок Будет делать То, господа У нас есть шанс Я вам сейчас расскажу Одну историю И мы сразу же идем После этого на перерыв С вашего позволения История следующая Израиль 1900 Какой-нибудь там Я думаю Ну скажем Так сказать 75-й год Я иду по улице Я уже пару лет Так сказать Там жил И на параллельской Остановке автобуса Довольно далеко автобус И вот я вижу Автобус быстро идет Подходит к остановке На секунду останавливается Кто-то заходит Он закрывает дверь И он тут же начинает двигаться И я вижу Как с двух сторон Бегут две старушки Ну бегут Так сказать Как они Одна крюкой размахивает Другая И в тот момент Когда автобус Отъезжает Закрыл Дверь Одна останавливается А другая продолжает Размахивать Что-то Что делает Водитель Увидев Что кто-то размахивает Он делает Подъезжает Чуть-чуть дает вправо Останавливается Открывает дверь Ждет ту старушку Помогает ей Забраться Дает ей руку Закрывает двери И она уезжает А та Которая остановилась Потому что Ну все Конец Кончилось же Автобус уже уехал Уехал уже автобус Вы понимаете Да Она осталась Ждать следующего Полчаса Там Этот автобус Конкретно Ходил каждые Полчаса Если вы не поняли Там Кто-то не понял Что я сказал То Никакие Мои объяснения Больше Никому Не помогут Я предлагаю На этой ноте Если у вас нет звонков Пойти на перерыв А потом принимать звонки Ну давайте Примем звонок Раз уж вчера Я дозвонился Добрый день Здравствуйте Уважаемый Леон Дай Бог вам Сибирского здоровья И долгих-долгих лет жизни Я хотела сказать Что восстановился Парле А тут вы нам Такую хорошую новость Рассказываете Что наш родной человек Еще Лучшую платформу Изобрел То есть Я имею ввиду Вашу платформу Так что Дай Бог Чтобы она Хорошо работала И чтобы мы Могли на ней Увидеть все Что Не хотят Чтобы мы Увидели Наши враги Спасибо большое Спасибо огромное Единственное Я же хочу добавить К этому Что параллель Остановился Не совсем так Как мы с вами Бы хотели Ну ладно Вернемся буквально Через три минутки Обязательно Примем все звонки И ответим На все вопросы Никуда не уходить Возвращаемся В программу Леона Майнштейна Голос Здравого смысла Телефон в студии По-прежнему 847-400-52 Давайте попробуем Принять звонок Добрый день Пожалуйста В эфире Добрый день Леон У меня Вопрос На который Я Нигде не слышал Даже приблизительного Ответа А вот Если можно Ответьте Пожалуйста Конкретно Как вы думаете Почему Трамп Обладая Первые два года Абсолютной Властью Президентской Исполнительное Сенат Палата Представителей Позволил В конечном итоге Ну я бы так сказал Может Немножко Балатов Слить себя В унитаз Из-за Одного Всех Извините Маленькую Подсказку А может Все дело В том Что он Я Знаете Что Мне Мне Очень Не нравится Когда Мне Задают Вопрос С подсказками Если Можно Без Подсказок Потому Что Иначе Я сейчас Очень Разозлюсь Хорошо Давайте Мы с вами Пообщаемся Хорошо Может Больше Степени Бизнесмен Шоумен Знаете Честно Говоря Вот Это Меня Сейчас Начало Рожать Я Сказал Давайте Без Подсказок Сережа Выключить Человека Он Мне Неприятен Спасибо Большое Теперь Я отвечу На вопрос Который Был Задан Без Хамства Которые Нам Пытались Потом Всунуть Я Начаюсь Человек Слушает Меня Постановка Вопроса Абсолютно Неправильная Это Обман В вопросе Был обман В вопросе Было Сказано Трамп Обладал Абсолютной Властью Абсолютной Властью В Америке Не обладает Никто Власть Таким Образом Построена И это Сейчас Пытаются Нам Разрушить Кстати В этом Одна Из проблем Таким Образом Построено Что ни Один Человек И ни Одна Даже Организация Не обладает Абсолютной Властью Президент Не может Ничего Сделать Если Скажем И Конгресс В смысле Обе палаты Конгресса И Нижний Верх Я скажу Против него Не согласны Он не может Ничего Сделать Даже С Конгрессом Если То Что Он Делает Не Соответствует Конституции Семьи Суд Америки То есть Это Верховный Суд И он Не может Ничего Сделать Ни какой Приказ Дать Армии Если Это Будет Не Соответствовать А Конституции Батт Называем Правам Человека Женевская Конвенция Называется Как угодно Потому Что Уже Давно Был Вюрнбергский Процесс В котором Американский Прокурор Потребовал Высшую Меру Наказания Людям Которые Утверждали Мне дали Приказ Мне дали Приказ Я что Должен Приказ Не выполнять И тем Не менее Американский Прокурор Объяснил И дал Разъяснение Того Почему Эти люди Должны Быть Либо На всю Жить Послаблены В тюрьму Либо Расстреляны Предан Другому Способу Наказания Так вот Не было У Трампа Уже Не говоря О других Президентах У которых Не было Но у них Были Согласия У Ронда Регина Были Прекрасные Отношения С руководителем Демократов Конгресс И поэтому Очень много Получилось Сделать Хотя Много И были Из-за этого Проблемы Тоже Вот У Трампа Были Отношения Со всеми Кто был В демократическом Извиняюсь Вернусь Обратно В этот момент Действительно У республиканцев А не у Трампа Были Две Палаты Конгресса И Белый дом Так вот Если вы Помните Законы Которые Трамп Пытался Провести Не проводили Потому что Огромное Количество Людей Как мы Потом Выяснили Только формально Были Республиканцами А на самом деле Они мечтали Только об одном Как бы Трампа Поскорее Сбросить Не дать ему Сделать то Что он хочет Вы помните Что сказал Маккейн Когда И собственноручно Провалил Голосование Значит Чтобы у нас Не отменилось То самое Так называемое Обама И тому подобное Напротив Которого Он как бы Уже 4 года Воюет Он сказал Проголосовав Он спросил Что ты сделал Он ответил Я не дам Ему Победить Так вот У него была Абсолютная Власть У Трампа Когда Республиканцы Ведущие Лидеры Республиканского Сената Говорят Я не дам Ему Победить И сделаю Все возможное Пусть разрушу Свою карьеру Пусть обману Всех Пусть все люди Которые Меня Выбирали Узнают Что я подлый Трус Вор Извиняюсь Не хочу Другие слова Про мертвого человека Говорить Они шли на это Чтобы он Не победил Так какая Извиняюсь У него была Абсолютная Власть Я закончил Ну я думаю Что человек Это тоже Прекрасно Понимает Но в общем Ладно Пусть это будет На его совести Мы не будем Говорить никаких Эпитетов По его поводу Потому что он Не говорил По нашему Правильно Да Так Ну что Примем еще Звонок Да Конечно Добрый день Естественно Что это опять вы Вы были такой Естественно Вы будете делать Сейчас все Для того Чтобы сказать Гадость Которую Вы пытались Сказать В первый раз Ну уже Казалось бы Объяснили Все досконально Все Все подробненько Мало того Что Маккейн И Ижи с ним Вы помните Сколько человек Ушли На пенсию В 2018 В 2018 Году По моему 43 человека Из конгресса Ушло на пенсию И несколько Сенаторов Ушло Больше не Переизбирались Это те Чего же они Перепугались Давай подумаем Сережа Чего они Перепугались Я отвечу На этот вопрос Они Перепугались Тому что Действительно Трампу Удастся Вскрыть Болото И поэтому Говорить о том Что у Трампа Была абсолютная Власть Ну абсолютно Во первых Сама постановка Вопроса Нет ни у кого В этой стране Абсолютной власти Нет монархии Давайте начнем С этого Возьмите Конституцию В руки Почитайте Так чтобы Для себя Сделать Какие-то Ну расширить Свой кругозор Во вторых Мы знаем Что противостояние В конгрессе Было неимоверным И что касается Законопроекта Который пытался Продавить Трамп О так называемой Дака Его спокойно Провалил Пол Райан Почему Он провалил Если бы он хоть Палец о палец Ударил Этот бы закон Прошел Нет Он его провалил Он проталкивал Другой закон Который больше Устраивал Демократов И больше Устраивал Братьев Кох Ну в общем Ладно Добрый день Добрый день В эфире Сергей Вы немножко Противоречите Сами себе Абсолютная Власть Есть Вы постоянно Говорите Что у нас Сейчас Тоталитаризм Это верно Вот Тоталитаризм Является Абсолютной Властью И поэтому Ваши комментарии Ну то есть Противоречит Одно Другого Я уже не говорю Про комментарии Вайнштейна Какой Какой Прямо Настойчивый То есть Есть элементы Авторитаризма И это Безусловно И они Налицо Вы посмотрите Что Что мне еще Вам нужно Такое Это абсолютно Типичная Такая Вот Лево Лево Уверенная Своих Сто процентов Своей правоте Психология Вот Разница Между Правым И левым Психологией Есть разные Люди Такие Людься Разница Между Правым И левым Заключается В следующем Если мне Не нравится Ведущий Скажем На телевидении То я Не смотрю Его Если Человеку С левыми Взглядами Не нравится Ведущий На телевидении То он Начинает Компанию С тем Что его Никто Не мог Увидеть И услышать И вот Это Абсолютно Кардинальная Разница Почему Ты Именно Пролегает Между Людьми С Взглядами Скажем С условно говоря Правыми Консервативными И взглядами Левыми Радикальными Они Называют Прогрессивистами А мне Мне Очень Не Хочется Вперед Взад Я Не Имел Ввиду Часть Тела Вперед Назад Откуда Мы Приехали Прогресс В какую Сторону Мы Прогрессируем В сторону Социализма Даже Социализма Если честно Сказать Вот я Как раз Хотел Об этом Еще Поговорить Мы Еще Об этом Поговорим Давайте Попробуем Еще Принять Звонки У нас Опять С вами Будет Звонить Один И тот же Этот Самый Который Теперь Не отстанет Потому что Он Получает Удовольствие Добрый день Будем Надеяться Будем Надеяться Добрый Спасибо За Вашу Интересную Передачу Леон У меня К вам Два Таких Вопроса Скажите Пожалуйста Может Вы Объясните Вот Я Понимаю Что Такой Филибастер Но Почему При Филибастере Иногда Должно Три Допустим А иногда Должно Идет Прямое Голосование 51 49 Я просто Не могу Понять Какие Эти Разновидности Филибастера Это Первый Вопрос А второй Вопрос В Калифорнии Должны Быть Этот Дрекол Гавернера В какое Состояние Сейчас Набрали Они Это Количество Голосов И Действительно Ли Это Будет Летний Когда Будет Летний Голосование Можно Пожалуйста Можно Я отвечу На первый Вопрос А вы На второй С удовольствием Значит Голосование Что такое Филибастер Для того Чтобы Принять К обсуждению Тот или иной Законопроект За это Должно Проголосовать 60 человек А что Касается Вот это И есть Филибастер На самом деле Что касается Импичмента То за Это Должны Проголосовать Две Третьих Голосов То есть Две Третьих От Ста Человек Понимаете 67 Все правильно 67 Голосов По этому Что касается Законопроектов Которые связаны С бюджетом С деньгами С деньгами Там Нет Вот Нет Необходимости Предварительного Голосования Где должно Принять Где должно 60 человек Позволить Обсуждать Этот законопроект Все что Связано С бюджетом Это Голосуется Простым Большинством Голосов Вот Как-то Так Да Я думаю Что мы Это не совсем Правильно К нам Я тоже могу По-своему Что называется Объяснить Но я не хочу Знаете Самое лучшее Извиняюсь Конечно Просто залезть В интернет По-русски Или по-английски Или посмотреть Филибаст Или посмотреть Точно что это Такое Я когда-то Смотрел Но я Не могу Вытащить Сейчас Из мозга Все Все данные Относительно Катафронического Губернатора Я не совсем Уверен Что это Всем интересно Но давайте Попробую Ответить У нас Губернатор Такой красавчик Чем-то Похожий На канадского Трюдо Как и канадский Удро Он очень глупый И тот Глупый Ну там Не на уровне 2 плюс 4 Он умеет Там сложить Но он глупый Такой Красавчик Здесь улыбается Он из семьи Которая близка По-моему Родной племянник Или на юрный племянник Нэнси Пелоси Он из близкого Близкого родства То есть он Из богатой Очень семьи Но дело даже Не в том Что он богатый А в том Что в Калифорнии Было изначально Там 4 или 5 Семей Которые политически Крутили Калифорнией И потом из Калифорнии Выходили наверх Тоже Он представитель Одной из этих семей То есть той группы Которая собственно Владеет Или там Управляет Не владеет Управляет Калифорнией Уже много поколений Теперь Он был ужасным мэром В Сан-Франциско И на базе того Что он был ужасным мэром Его Почему-то сделали его Так называемым Лейтенант-губернатор То есть вице-губернатор Калифорнии А потом Предложили выборы И заставили Выкрутить руку Демократической партии Для того Чтобы они За него проголосовали В Калифорнии Там больше 70% людей На данный момент Голосуют за демократов Поэтому Если прошел Демократов То ты прошел Все Выкрутили кому надо руки Кому надо дали в лапу Кому надо посадить в тюрьму Кому надо перепугали Кому надо шантажировали И он Стал у нас губернатором Стал губернатором Он проделывает Совершенно фантастические вещи Например Он произносит 40-минутную речь По телевизору О том Как важно носить маски Умоляют У него слезы на глазах Он просит это Через час Идет Прямая трансляция Из ресторана Где он сидит С 20 друзьями Все без масок Все целуются Поют песни Вокруг Этого самого Вокруг стола Ресторан закрыт Все остальные Рестораны закрыты Быть туда нельзя А ему Из 20 его друзьям Можно На вопрос Как же он это сделал Он сказал Ой я забыл Одеть маску Он забыл А кто открыл Этот ресторан Френч лаундри Он называется А кто запустил людей А кто разрешил Вообще Все это собрание Когда было Строго запрещено Ну ладно Поймали один раз Научись Козел Извиняюсь Своему Научись Что делать Этого нельзя Проходит месяц Спустили на тормозах Он На телевидении В очередной раз Отвечает на вопросы Он еще любит телевидение Ему нравится Как он выглядит Отвечает на вопросы И его спрашивают Когда вы откроете страну Он говорит Ну страну Калифорния 37 миллионов человек Страна огромная Да Он говорит Что он представлять себе Не может Это такой страх Новая волна Он не знает Прямо что делать Да В общем Зачем вам долго рассказывать Через час после этого Прямой трансляции Кто-то из ресторана Куда он опять сидит С друзьями Снова Все без масок Все смеются Все плюются Разговаривают Общаются Тосты говорят А все вокруг Бегают в масках И в этих самых Прозрачных колпаках И бесшумно И все подают То есть Вот этот козел Извиняюсь Козлы Пожалуйста Простите меня Что я вас сравнил С губернатором Калифорнии Он козел безрогий Начали Начались определенные Условия Вот ты объявил Что ты начинаешь Движение Подписи собирать Чтобы его снять У тебя там Есть 6 месяцев Для того Чтобы набрать Эти подписи Скажем Я не помню Сколько 8 месяцев Может быть У нас надо набрать Полтора миллиона Подписей Значит Их набрали Даже 1,7 миллиона Набрали И передали Куда В Ассамблею Штата Значит Теперь Ассамблея Штата В отличие от Выборов Президента Сказала Ооо Тут много Обмана Может быть Было Поэтому мы Какой обман Кто вам сказал Что был обман Мы подозреваем Они начали считать И они выкинули 20% Этих голосов То есть Из 1,7 У них осталось 1,4 миллиона То есть Не хватает И тогда Организация А у нас По-моему 15 или 20 марта Заканчивается Вот этот срок Организаторы Сделали еще одну акцию Сейчас у нас 2 миллиона голосов То есть Еще приносено Еще 300 тысяч голосов Даже если Они вычистят Из этого 20, 25, 30% Все равно Этого хватит То есть Они могут вычистить Две трети Голосов И все равно Этого хватит Чтобы получить Полтора миллиона То есть У нас Ну там 99,9% Вероятности Что пойдут На перевыборы Я подозреваю Что демократы Снова выставят его И снова И снова он станет Нашим губернатором Вот Ну Может быть У них там Начнется Внутри борьба Кстати Может быть И нет Потому что На него Камала Харрис Немножко обижена А на кого Обижена Сейчас Камала Харрис Тот Скажем Вдруг Какие-то проблемы Вот Скажем Губернатор Нью-Йорка Его ближайшее окружение Начало говорить Что он хочет В 2024 году Баллотироваться И вдруг Три женщины Демократки Выходят И говорят Что он меня пытался И там насиловал Или пытался Насиловать И прочее Как по мгновению Волшебной палочкой Откуда ни возьмись Появились какие-то записи О том Что он Они так сказать Приказал кому-то Подделывать Количество смертей От ковида И тому подобное То есть Это не республиканцы делают Это свои делают Вот Так что Его может быть И сольют Но исключительно Потому что Камала Харрис Не хочет иметь Претендентов На престол Которые были бы Серьезные Скажем Контент Я хотел бы вернуться Вот к предыдущему вопросу Немножко спутал меня И я поддался на это Еще раз За то За импичмент Для того чтобы Признать виновным Президента Необходимо было Две трети голосов Проголосовало Пятьдесят семь Никаких шестьдесят семь Голосов не нужно было Нужно было две трети голосов Проголосовало Пятьдесят демократов И семь предателей Республиканцев Пятьдесят семь Не хватило Три голоса для того Чтобы Нет Две трети Это шестьдесят Две трети А пара голосованных Пятьдесят семь Две третих Это шестьдесят Голосов И хватило десяти голосов Почему шестьдесят Семь они Пятьдесят Семь они Шестьдесят Семь это две трети Сто Тридцать три Одна треть Две трети А окей А окей понял Тридцать три Да я почему-то Шестьдесят Один голос Это шестьдесят Семь Окей Десять голосов Не хватило То есть Это с этим понятно И что такое Филибастер Это дает возможность Меньшинству Противостоять Какому-то законопроекту То есть Если законопроект За обсуждение Законопроекта Не проголосовало Две трети голосов Шестьдесят голосов Как минимум То Шестьдесят голосов Да То тогда Этот законопроект Не ставится На обсуждение А вот Законы связанные Как я уже сказал С бюджетом С деньгами Они голосуются Простым большинством Так у нас еще есть Пару минут времени И есть еще звонок Добрый день Алло Здравствуйте Уже два месяца Прошло с тех пор Как шестого января Был захвачен Конгресс И ФБА По сей день Не может найти Виновников Торжества Скажем так А вот Два года назад У вас в Вегасе Было совершено убийство Там Один человек Вроде бы Убил Там Полсотни человек И Скажите Вы знаете Чем завершилось Расследование Или По сей день ФБА Ищет виновников Спасибо Да Отвечу вам На оба вопроса Сначала На второй Значит Страннейшая история С Лас-Вегасом При котором По-моему ФБА Никогда и не начинала искать А просто делала вид То есть Полная фантастика Значит Что-то там Такое Происходило Из-за чего Им надо было Это дело Убрать Из Что называется Паблик Сквэр То есть Из наших глаз Заверять наше Все в порядке А потом Тихо Спустить Что-то там Такое Из-за чего Они Боятся Вскрыть Это дело То есть Его не нашли Не найдут Там Либо найдут Мертвым Там 28 человек И выяснится Что они Есть та организация Которая это делала Но все они будут Уже Несколько человек Кандидатов Капитан Говорит Старшина Пойди Проверь Вот этих ребят Как они годятся Нам или нет Ну Старшина Подходит к одному И говорит Вот столб стоит Да Так а ну-ка Приделись к нему Он Подошел Там Посмотрел Говорит Он прямо Вроде стоит Хорошо врыт На правильной отметке Провода не провисают Вроде Не мокрый Вроде Вроде все в порядке А что То он говорит Нет Не годишься Значит Парень говорит Почему не говорю Как можно было Как можно было Смотри сюда Столб Окопался Провода За границу Пустил Срыть Вот Абсолютно То же самое Будет у нас С Капиталием С Капиталием Значит Ну Все же мы знаем И понимаем Что никто Капиталистский холм Не атаковал Никакого оружия Не было То есть Толпа была возмущена Чем-то Полицейские Услуживая Открывали Ворота И говорили Мы видели Несколько видео Таких Говорили Показывали Давай Давай Иди сюда Иди сюда Люди подошли К лестнице Им с лестницы Сверху Давай Другой уже Полицейский Двери были открыты Да Было одно место Где ломали Но я до сих пор Не могу поверить Что это ломал Кто-то из тех людей С которыми я вместе протестовал Я не был там Значит Все остальные разы У меня же была история Я рассказывал Когда Было 3000 человек У нас в Беверли-Хиллз Значит Еще перед выборами И я Приезжаю туда Чуть-чуть опознал Смотрю Значит Шесть полицейских Два на одном углу Два на третье Два сзади Я подхожу к одному полицейскому И говорю А где полиция вообще Что было нападение Там В прошлый раз Он говорит Вот все Я говорю Как А больше никого нету Он говорит Ну да Я говорю Почему так мало Он говорит Сэр Вы собираетесь Грабить магазины Я говорю Да нет Не собирается Он говорит Вы собираетесь Переворачивать машины Может быть Я говорю Ты что Он говорит А может Вы собираетесь Стрелять в полицию Я говорю Че Чумел что ли Он говорит А зачем вам Охрана нужна Тогда полицейская Если ничего Вы такого делать Не собираетесь Да Ну а если Кто-то на вас полезет, наши еще их вызовем, быстро приедем, что-то такое сделаем и прочее. И вот я хочу сказать, что никто из тех, с кем я много раз ходил на демонстрации, общался, нахожусь в постоянной связи и прочее, которые летали туда, в Вашингтон, из разных штатов, из нашего, из других, никто из них не собирался и не открывал бы, не разбивал бы эту дверь. Поэтому, ребята, это подстава. А найти там ничего нельзя. Поэтому они подкопаются «О, ты там окопался, провода осудить». А так судьи кто? Свои же и судьи. То осудят кого-нибудь. Спасибо огромное, Леон. И до встречи в следующий раз. До встречи.